Меня зовут Ева Лехцер, рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня я выполняю видео по вашему запросу на тему «Сожалеет он или она о разрыве отношений?». Работаю сегодня с колодой Барбары Мур, колода называется Стимпанк Тарон. Колода не является новой на рынке, у многих тарологов она есть. Те, кто не видел, именно вам показывают, чтобы потом не отвечать на ваши комментарии, на то, с какой колодой я работаю. Работаем традиционно, я выкладываю 8 вариантов. Вы визуализируете, загадываете, проговариваете своего партнера, либо партнершу. Расклады являются универсальными, как и для однополых отношений. Так, ну то есть, любой вид, какой вы хотите. То есть, вы просто позиционируете, где вы, где ваш вариант, да, и загадываете партнера или партнершу. Проговариваете ваши имена и даты рождения. Ну, если вы знаете дату рождения партнера. Итак, даем картам посыл, даем картам запрос. Сожалеет ли он или она о разрыве взаимоотношений. Так, а те, кто выбрал первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой варианты. Тут по рубашке, кстати, видно, ну, мне видно, да, где прям и где перевернутые арканы. Это сразу как ответ на ваш вопрос. Как такое может быть, что, например, когда я делаю терроскоп из шести карт, выпадает там четыре перевернутых. Ребята, может. А в колодии в среднем где-то 50 на 50 дает процентное соотношение прямых и перевернутых. Поэтому, пожалуйста, если в вашем варианте падает перевернутая карта, значит, таким образом должна вам поступить информация. Надеюсь, с ответом вы уже определились с вашим вариантом и давайте смотреть. Итак, сожалеет ли он о разрыве? Могу сказать, что я не вижу здесь сожалений, потому что человек для себя каким-то образом либо не видит перспектив развития ваших отношений, либо уже понимает, что дорога сюда закрыта. Ситуация, конечно, его это оттягощает, но тем не менее я не вижу планов и намерений, либо в целом действительно каких-то эмоциональных переживаний о том, что ваша связь просорвана. То есть вот по этой карте можно судить так, но нет так и нет, но нет и суда нет. Человек не особо по этому вопросу переживает или парится. Для тех, кто выбрал второй вариант, что же у нас здесь? Вот здесь сама по себе ситуация выбора, любовного треугольника. Не могу сказать, если тут эмоциональные привязки, привязки, да, то есть переживания сожалеет ли человек, но то, что ситуацию выбора и пришлось, скажем так, определиться, это однозначно. То есть чувства к вам 100% были и есть. Давайте смотреть, что же здесь. То есть сожалеет ли ваш партнер или партнерша о разрыве. По карте император нет, если здесь смотрит девушка. Почему? Потому что в данном случае уже есть виды на другого мужчину. Если же смотрит мужчина, вы простите, если, да, если здесь смотрит мужчина, то здесь карта четко говорит о том, что, господи, уже запуталась. Если смотрит здесь женщина, то здесь идет речь о том, что нет, потому что вы понимаете, что мужчина здесь относится к вам с холодом, с каким-то вот контролем, олимпуляцией, нейтрально. Потому что по карте императора развитие ваших взаимоотношений зависело сугубо только от него. И переживаний эмоциональных здесь нет. То есть мужчина сделал выбор, знаете, как жестко отрезал. К сожалению, ну как есть. Для тех, кто выбрал третий вариант. А вот здесь переживания, сожаления есть. Есть сто процентов. Потому что, вот видите, карта страхов, бессонницы, постоянно гнетут эти мысли, человек пытается от них закрыться, пытается каким-то образом прервать этот поток. Эти сожаления, эти переживания, но избавиться от них не может. Поэтому, если вы здесь думаете, переживает партнер или партнерша о разрыве вашей связи, здесь могу сказать однозначно, что да. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Переживает ли? Я могу сказать да. Почему? Потому что по восьмерке мечей чувствует себя в этой ситуации скованно. Не знать, что ему предпринять, чтобы выйти из этой запутанной ситуации. Как ее разрешить? То есть здесь он на этот аспект не то, что закрывает глаза, пытается от этого абстрагироваться, закрыть свои эмоции, сердце и души, но не получается. Есть сожаления, есть здесь переживания по данному аспекту. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Переживает ли здесь человек? Могу сказать, однозначно нет. Потому что перевернутое колесо фортуны указывает на то, что человек понимает, что ваше отношение это был бесконечный бег по кругу. И когда вот колесо фортуны падает перевернутое, то указание на тот факт, что ваша значимость, ваша роль в жизни друг друга уже сыграна. И возвращать здесь это на круги своя просто не имеет смысла. Будет все тот же бег по кругу, который не принесет никаких благоприятных перемен, либо изменений в ваших отношениях. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Двойка жезлов это сама по себе ситуация тупика. Я скажу так, здесь, сейчас мы дотянем эмоционально, здесь человека поставили перед фактом. То есть это сама по себе ситуация, когда ему необходимо было сделать выбор. Ну давайте посмотрим, потому что жезлов у нас за эмоции не отвечают. Это просто, знаете, принять дань неизбежного. Так, что у нас здесь? Шестерка жезлов. Ну, я вам скажу так, я не вижу здесь эмоциональных переживаний, шестерка жезлов это карта победы. Человек считает, что это произошло к лучшему. Это как раз развязало ему эту ситуацию тупика, в которой он не мог определиться. Поэтому уж простите, но здесь нет. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. Так, это, да, сожаление здесь четко есть, потому что по этой карте, сейчас покажу вам прямое положение, это желание выйти из тупика ваших отношений, желание выйти из кризиса, преодолеть тот холод, который есть в вашей связи, в ваших взаимоотношениях. То есть желание, знаете, построить какой-то мост, выстроить какие-то вот аспекты, которые бы помогли восстановить и воссоединить ваши отношения. И для тех, кто у нас выбрал восьмой вариант, сожалеет этот человек. Если это мужчина, и вы не являетесь перевернутой королевой мечей, то не сожалеет. Отрезал так, как отрезал, потому что здесь налицо факт присутствия другой женщины. Если же здесь смотрит у нас наоборот мужчина, если у него здесь сожаление, точнее, если у вашей барышни сожаление, точно нет. Потому что здесь, это знаете, такое вот холоднокровное решение. То есть человек к этому шел давно и долго, и по отношению к вам в целом была бы ситуация потребительства. Здесь то, что у вас осталось и у вашей партнерши, либо партнера, это очень сильная эмоциональная обида, такая вот душевная рана и может быть даже желание отомстить. Но, к сожалению, здесь нет. Увы и ах, но как падает. Вот таким вот вышел расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как он у вас проигрывается или не проигрывается. Для меня очень значима ваша обратная связь, коммуникация с вами. Я вас искренне благодарю за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok